Всем привет! Наступил четверг, а это значит, что на 11 канале вновь пришло время поговорить о спорте. В эфире программа Overtime, с вами я и ее ведущий Максим Исаенко. Поехали! Стартовал очередной розыгрыш Уральской детской баскетбольной лиги. На спортивных объектах физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода прошли игры первого тура среди команд юношей 2012-13 годов рождения. В борьбу вступили коллективы, представляющие группы В и Г, в числе которых и сборная юношей ФСК СТЗ. В этом году в Уральской детской баскетбольной лиге участвует рекордное количество команд, да и количество матчей, которые будут сыграны на турнире, тоже станет рекордным. Отметим также, что все четыре запланированных тура у ДБЛ этого сезона пройдут на спортивных объектах физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода. Уже о Полевском знают все практически. Не побоюсь сказать, что это самый мощный турнир, самый большой по количеству команд в Уральском федеральном округе. У нас 24 команды, мы принимаем на объектах физкультурно-спортивного комплекса и около 240 игр получается за сезон. Я думаю, это более чем лучше не найти. Это самый удачный старт для детей такого возраста. Я думаю, что количество команд, которое увеличилось не то, что в два, в три или в четыре раза, я думаю, что говорит о том, что уровень повышается. Потому что к нам приезжают уже команды из других регионов, не только Свердловской области. Это, соответственно, повышает его уровень. 12 коллективов были разбиты на две группы. Полевчане угодили в секстет с Екатеринбургом, Среднеуральском, Верхней Пышмой, а также двумя командами из Нижнего Тагила. Кстати, Верхнюю Пышму представляла команда девчонок, которые смотрелись на турнире весьма неплохо. Как давно баскетболом занимаешься? Почему именно баскетбол? Потому что баскетбол – это очень жесткая игра, мне было очень интересно на нее поступать. Я занимаюсь баскетболом уже более четырех лет. Играете против мальчиков труднее, чем с девчонками играть? Нет, наоборот, мальчики легче, чем девочки. Почему? Потому что, ну, чаще всего мальчики ниже. Первенство области для ребят этого возраста стартует только через год. А для многих юных баскетболистов это вообще первый турнир в их карьере. Это их первое знакомство с атмосферой соревнований. Можно сказать, что полевчане в родных стенах фавориты? Ну, и да, и нет. Потому что возраст такой, тут никто, так сказать, не знает, что может случиться в любую секунду. Поэтому, ну, работали, тренировались, готовились. У нас сегодня первая игра, поэтому все будет понятно только в воскресенье. Полевские юноши уверенно стартовали с победы над Нижнетагильским Старым Соболем 59-5, а затем катком прошлись по оставшимся соперникам. 55-23 переигран Юпитер из Нижнего Тагила, 42-31 побеждены девчонки из Верхнепашминского УГМК Юниор, 54-22 победа над сверстниками из Екатеринбургской спортивной школы имени Канделя и крупная победа 47-3 на среднеуральской энергии. Как следствие, первое место в группе Г после первого тура. Они, конечно, еще малыши, они дети, но есть те, кто уже выделяется. Они выделялись уже в прошлом году, и в этом году они подросли, они начинают уже расти, у них получаются уже определенные финты, которые они используют. Вот, поэтому я думаю, что тренеры вместе с ними тоже подросли, и те дети. Но есть разные команды по уровню, есть возраст помладше, который наигрывается на этом возрасте, 2013-й. Поэтому они, да, немножечко, чуть-чуть, пока помедленнее. Поэтому, ну, девчонки тоже однозначно выделяются, потому что, ну, и красотой, и они в этом возрасте всегда преобладают немножко преимущественно. В группе В также стопроцентный результат показала команда «Уралмаш Кидз». Следующий тур пройдет уже с 4 по 6 ноября. В тире лыжной базы физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода прошло лично командное первенство городообразующего предприятия Полевского по пулевой стрельбе из пневматической винтовки в зачет 25-й зимней спартакиады работников Северского трубного завода. Всего в соревнованиях приняло участие 162 заводчанина. Пулевая стрельба – это первый вид 25-й зимней спартакиады Северского трубного завода. И часто удачный старт – залог успешного выступления на всей спартакиаде. Поэтому настрой у участников самый боевой. Участнику дается сначала три пристрелочных выстрела, после чего он может ознакомиться с результатами и затем уже делает пять выстрелов в зачет в новую мишень. Традиционно в соревнованиях по стрельбе участвует много представителей из прекрасного пола. По статистике их даже заявляются больше, чем мужчин. Да и результаты они показывают довольно неплохие. Как успехи? Ну, успехи 39 выбила. Ну, до этого лучше были или сегодня рекорд? Ну, сегодня лучше, да. Мы каждый год ходим на соревнования, принимаем участие за честь ОТК. Практика показывает, что девушки активнее, чем мужчины на заводе участвуют в стрельбе. С чем связано, как считаете? Ну, как бы... Ну, конечно, парнишки лучше стреляют, но мы тоже не отстаем от них. Девчонки тоже показывают результаты, но и бывают лучше. Чтобы смогли принять участие как можно большее количество заводчан, соревнования проходили на протяжении двух дней. Кто-то работает по сменам, и для их удобства ТИР работал два дня с утра и до вечера. Просто скинули, что сегодня стрельба. Я как бы стараюсь каждый год приезжать, стрелять. Доволен своим результатом? Ну, относительно. Сколько получилось? 42. А в прошлые годы лучше, хуже было? Бывает лучше, бывает хуже, но обычно за 40 не выхожу. В итоге в личном зачете не было равных Людмиле Сабуниной из трубоэлектросварочного цеха номер два и представителю ТМК техсервис Олегу Комарову. А в командном первенстве победителями стали в первой группе цехов сборная трубопрокатного цеха номер один всего на один балл опередившая своего вечного соперника команду трубоэлектросварочного цеха номер два. Во второй сборная совета ветеранов и в третьей команда завода управления. В Полевском стартовали занятия на курсах футбольного арбитра. Школа футбольного арбитра организована Полевской федерацией футбола. Занятия проходят в Полевском многопрофильном техникуме имени Назарова. На первые занятия курсов футбольных арбитров пришло не так много желающих, как ожидалось. Включая вашего покорного слугу, всего четыре полевчанина. Заявлялось гораздо больше, но по различным причинам посетить первое занятие смогли не все. Но есть надежда, что в дальнейшем группа будет доукомплектована. Если даже мы пять человек выпустим, все-таки с такого некого проекта, как школа арбитра нашего города, то это будет огромный плюс. То есть добавятся новые лица, так сказать, в футболе будут, которые начнут разбираться, выносить некоторые решения на футбольном поле. И думаю, мы тем самым укрепим судейский состав нашего города. Теоретическая часть обучения на курсах футбольного арбитра 36 часов. На протяжении времени обучения слушатели ознакомятся с правилами игры в футбол и мини-футбол, закрепят пройденный материал теоретическими тестами, а также получат практический опыт судейства матчей. Мы их будем приглашать в качестве судей-хронометристов, допустим, вот на чемпионате города зимой мини-футбол. И уже ближе к лету мы проведем еще и юношеские соревнования, и, соответственно, на них уже будут они допущены работать. И мы посмотрим их потенциал. И я думаю, что уже по окончанию вот этого зимнего сезона, когда начнется летний сезон, они, дай бог, будут судить первенство Свердловской области. На дебютном занятии пришедшие прослушали вводную часть и ознакомились с двумя первыми правилами футбола. А также на примере разобрали спорный вопрос по удалению в мини-футболе. Где кресло стоит, это ворота, там крутая. Вот, давай. Дима, догоняйся. Убегай, Дима. Ну, давай, давай. Давай, давай. Ну, а ты давай. Нет. Вот видишь, вот я тебя руку делаю. Все это я... Нет, это твое решение. Вот, вот, темами. Это... Это желтая карточка, лишение... Ты отстал. Несмотря ты где. Ты отстал. Ты отстал, он от тебя убежал, я его поймал вот здесь. Ну, это желтая карточка. Нет. Почему? Лишение соперника явного... Лишение соперника явного угола. Вот, я вам к этому. Вот. Если это в середине поля произойдет, это может быть желтая. А если это будет уже перед... Если я от него отстал, если я его раз, рукой заблокировал, вот тебе удаление. Решил попробовать для себя что-то новое. Я давно занимаюсь футболом, также участвовал и в разных юношеских каких-то соревнованиях. Ну, по, наверное, до 20 лет занимался на области, на турнирах. Сейчас вот уже немножко постарше стал. И меньше времени просто стало на возможность играть. Вот решил попробовать немножко в другую сторону. Посмотрим, что из этого получится. Набор на курсы еще продолжается. Успевайте, возможно, в скором времени. Именно вы будете обслуживать матчи не только городских и областных, но и всероссийских и даже международных футбольных турниров. Заключение немного грустно. Порядка 20 лет я являлся автором и ведущим спортивной программы Овертайм. За эти годы было всякое, но хочется верить, что хорошего было больше. Я признавался лучшим спортивным журналистом Свердловской области. Овертайм выигрывал конкурс ТЭФИ Редион как лучшая программа о спорте. А также выходил в финал ряда других крупных телевизионных конкурсов. Но сейчас наши пути с телерадиокомпанией «Одиннадцатый канал» расходятся. Программа, несомненно, продолжит существовать, но уже в другом формате. Засим позвольте откланяться. С вами был Максим Исаенко. Пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова